Здарова, это Шамшурин и я решил с тобой поговорить о знакомствах в кафе, немножко прояснить ситуацию. То есть сейчас такое время холодное, на улицах становится меньше девушек, ну как бы бегать по торговым центрам не так уж солидно, скажем так, особенно для тех, кто постарше. И отличный вариант знакомиться в клубах или в кафе, но ночные клубы не все любят, плюс я, например, из них уже вырос, но мне это просто неинтересно. Плюс шумная специфическая обстановка атмосферы и плюс это отдельная тема для разговора, как бы о клубах мы сейчас говорить не будем, я расскажу о том, как знакомиться в кафе и в ресторанах. Здесь есть большой плюс, что девушки в принципе более настроены на знакомство в каких-то таких местах. То есть они идут в кафешку, чтобы показать себя, как бы других посмотреть и предполагают, то, что да, с ними вполне могут кто-то, может кто-то познакомиться, потому что все-таки в социуме больше принято, как бы, знакомиться где угодно, только не на улице. То есть поэтому девушки лучше реагируют в кафе, это уже, как бы, момент. Плюс, если это дорогое кафе и если ты достойно выглядишь, то, соответственно, она как вариант пришла найти себе какого-то достойного, хорошего мужчину. Итак, давай начнем с того, что, как выбирать столик. То есть столик выбирается по следующему принципу. То есть первый, скажем, фарпост, первый этап, который тебе нужно преодолеть, это хостес вообще. Давай с этого начнем. То есть хостес – это девушка, там, чаще всего девушка, которая тебя встречает на входе, говорит, «Здравствуйте, вас проводить, вас ожидают, сколько вас будет один, вы с друзьями и так далее». То есть, допустим, ты пришел один, задача хостес – посадить тебя на какой-то столик, который соответствует, как бы, тому, что ты один. То есть и она не будет выбирать для тебя, там, удобно тебе или нет. То есть, как бы, я рекомендую говорить, давайте пройдем, посмотрим, возможно, здесь сидят мои знакомые. Вот. То есть, и, как бы, такой отличный повод пойти посмотреть. Или сейчас я выберу стол, мне хотелось бы, там, чтобы он был по определенным критериям. То есть, и, соответственно, ты заходишь в кафе, выбираешь какие-то столики, которые находятся в непосредственной близости от столиков, за которыми сидят девушки. То есть ты зашел, осмотрелся, увидел красивых девушек, возможно, с кем-то уже успел переглянуться взглядом, пойматься взглядом, да. Вот. И, соответственно, говоришь, девушка, я хочу вот здесь присесть, например, говорит, здесь резерв, то есть, ну, там, я быстренько поем и уйду. Ну, она говорит, да, окей, хорошо садить. То есть ты садишься таким образом, чтобы, как бы, у тебя была какая-то досягаемость к женщинам. Понятно, что это абсурдно будет, если ты пришел в кафе знакомиться или найти какую-то девушку, там, для того, чтобы провести с ней вечер. И ты будешь садиться где-то далеко. Садишься в зоне досягаемости твоего взгляда, во всяком случае, до девушки, чтобы ты мог дотянуться взглядом до нее. Желательно, если ты видишь, например, там, здесь столик, здесь столик, там, здесь сидит девушка, здесь сидит компания девушек. То есть, чтобы та девушка, которая тебе понравилась, она сидела к тебе лицом. То есть, чтобы ты, соответственно, садился к ней лицом, чтобы ты мог с ней переглядываться. Какие еще нюансы? Да, в принципе, по поводу столиков, это самое основное, чтобы у тебя была возможность играть невербаликой, играть взглядом, то есть, как-то с этой девушкой флиртовать. Значит, смотри, следующий момент. То есть, я не рекомендую тебе сразу, это, конечно, самый полный провал и фейл, когда ты сразу увидел девушку и побежал к ней. То есть, я крайне не рекомендую так делать. То есть, ты сел, посмотрел меню, переговорил с официантом, посмотрел по сторонам, увидел девушку, начал с ней контактировать. Понял, что взглядами зацепились, не надо сразу же бежать на радостях, знакомиться. Покажи, что ты ведешь себя с достоинством. Да, ты ее заметил, но это еще не повод, чтобы ты несся туда. Посмотрел меню, посмотрел по сторонам, то есть, ты ее заметил. Какое-то время вы попереглядывались. То есть, здесь есть важный момент. Я тебе не рекомендую как бы улыбаться сразу, глядя на нее. Потому что, ну, многие парни, типа, делают что, увидев какую-то взаимную хорошую реакцию, у них сразу эмоции. А, наконец-то, кто-то мне улыбнулся и так далее. Не надо торопиться улыбаться. Смотри обычным каким-нибудь хищным или игривым, или флиртовым взглядом. То есть, можешь серьезным смотреть. Естественно, что главное, чтобы он не был каким-то угрожающим. Но ты не торопишься вот так вот улыбаться и радоваться. Потом следующая штука происходит. Как бы можно знакомство либо начать сразу, после того, как ты что-то заказал, я думаю, вот так вот. Либо как-то его подогреть. Как бы прикольная штука подогревать знакомство. Плюс тем самым ты в некотором роде тестишь реакцию девушки на себя. Что это значит? Ты пошел в туалет, в уборную помыть руки. В идеале, конечно, чтобы дорога твоя в эту уборную, она проходила через стол. Ну, не через стол, в смысле, ты перелазишь через этот стол. А рядом со столиком здесь сидит девушка или девушки. Вот. Сейчас я себе тут что-то накидал. Вот. Если, например, смотри, уборная находится где-то в другой стороне, можно всегда пройти мимо под предлогом как бы изобразить то, что ты идешь куда-то там за бар или что-то спросить у администратора. Ну, то есть, так или иначе, ты можешь изобразить такое зрелище, как будто бы тебе нужно пройти мимо стола этих девушек или девушки. Ты проходишь мимо, чуть притормаживаешь и кидаешь ей какую-то фразу. Ну, допустим, смотри, если девушка одна, все проще, да, ты говоришь, ты очень классно выглядишь, ты очень необычная. Ты знаешь, я вот издалека тебя заметил и решил подойти тебе об этом сказать. Ты очень прикольно выглядишь, прям суперски на ура. Можно что-то сказать о ней. У тебя очень классная зеленая майка, она такая прям напоминает мне лето с цветочками. Жаль, что лето закончилось, но вот ты тут сидишь такая летняя, и я решил тебе об этом сказать. При этом ты там не задерживаешься, то есть, как бы весь твой телесный посыл должен быть таким, что ты как бы говоришь это, но телом уже начинаешь немножечко дальше проходить туда, куда тебе нужно, то есть сдвигаться. Это как бы ты с помощью своей невербалики, с помощью тела должен показывать, что я не привязан к ответу с той стороны, я не привязан к результату. То есть, ты можешь следующее сделать или сказать, ты можешь даже понтануться и сказать, что ты знаешь, если реакция хорошая на тебя, ты останавливаешься. И еще добавляешь туда пару слов. Очень важно сказать следующее, что ты знаешь, я сейчас пойду вымою руки, и мы с тобой, когда я вернусь обратно, обязательно пообщаемся. Или я сейчас закажу еды, я сейчас немножко поем, очень голоден, и после этого я обязательно подойду к тебе пообщаться. Либо ты говоришь, если ты пришел, например, не один, ты пришел с другом или с друзьями, ты говоришь, я сейчас должен уделить время своему другу, и чуть позже я к тебе обязательно подойду, мы пообщаемся. То есть, тем самым ты как бы подогрел знакомство, то есть, ты ее протестил, перекинул с этой парой слов, пошел дальше мыть руки и так далее по своим делам. Но она уже в этот момент будет, если ты ей понравился, если она на тебя позитивно отреагировала, она уже в этот момент будет сидеть и ждать, когда ты к ней подойдешь, познакомиться. И плюс ты будешь гарантированно знать, что тебя не пошлют нахер, что на тебя не зарычат, не оскалятся, и как бы это некий тестер такой, которым ты проверил, ага, есть контакт, все нормально. Если девушек несколько, например, я рекомендую подойти, открыть их всех, да, то есть, как бы такое бывает часто, что одна из девушек начинает сливать тебя, какая-нибудь самая недовольная жизнью, та, у которой больше всего не до траха, там, или так далее. Чтобы такого не произошло, ты такой позитивный, веселый чел, который открывает всех. Ты подходишь, говоришь, привет, вы очень круто выглядите, вы такие все яркие, красивые, классные. Но выделяешь все-таки одну, говоришь, ну вот ты мне понравилась особенно, я прям подошел сказать тебе комплименты, вы все очень крутые, особенно ты. Ты у тебя то-то, 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 описываешь что-то на ней, рассказываешь про нее, рассказываешь про себя, что тебе это очень сильно нравится, что ты любишь, когда у девушки вот такое вот платье, оно всегда у тебя ассоциируется с чем-то таким хорошим, ну и так далее. То есть, это вопрос уже диалога, это вопрос горлом. Здесь можно сказать огромное количество вещей, и об этом можно говорить часами. То есть, это я более детально, более подробно буду рассказывать на своем онлайн-тренинге. Буду вам давать задания, которые позволят вам из ничего строить какие-то диалоги с девушкой. То есть, что касается, что делать дальше, то есть, ты посидел за столиком, предварительно подогрев знакомства, либо сходил куда-то в уборную, помыл руки. Если девушек несколько, я предлагаю тебе подойти и либо попросить присесть, скажи, вы не против, если я присяду, девчонки, на минутку, и при этом, не дожидаясь ответа, ты присаживаешься. Либо, если девушка одна, ты говоришь, слушай, я присяду буквально на секундочку к тебе, и не дожидаясь ответа, ты как бы ее предупреждаешь, ты присаживаешься. Не надо плюхаться сразу. Плюс важный момент. Когда ты подходишь ее подогревать, вот мимо идешь, да, то есть, ты не опираешься на стол, то есть, ты не склоняешься над ней, не привлекаешь тем самым внимания, и, ну, это выглядит коряво и по-топорному, да, то есть, ты стоишь прямо и спокойно, уверенно, с чувством собственного достоинства общаешься. Не надо ни наклоняться, ни опираться рукой на стол, как любят парни, там, и так далее, то есть, там, как-то на спинку стула, типа, там, привет, я так далее, ну, там, я такой-то, такой-то. Просто стоишь спокойно, общаешься. Как бы, если девушек несколько, есть вариант сказать той, которая тебе нравится, не просто садиться с ними, да, той, которая тебе нравится, сказать, слушай, девчонки, вы такие прикольные, вы очень крутые, там, пошутить с одной, пошутить с другой, но дело в том, что я буквально на секундочку хочу украсть вашу подружку, вот, я хочу тебя украсть вот в сторонку буквально на пару метров, мне нужно тебе очень важные вещи сказать. У меня для тебя есть кое-что очень важное, и это очень интимно, поэтому ты не против, если мы сейчас прям на секундочку отойдем туда, в сторонку. Девушка может быть против, девушка может быть не против, ну, то есть, берем ту ситуацию, когда девушка не против, ты ее забираешь, и там уже в сторонке более тесно, как бы, с ней общаешься, несколько секунд, минут заинтересовываешь собой. Возможно, что если девушка собирается уходить, они уже долго сидят, ты берешь у нее телефон, но ты это делаешь, как бы, отдельно, без свидетелей, то есть, так всегда работает гораздо лучше, когда нет свидетелей. Так, что еще? Так, 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 так. Смотри, если ты пришел с другом, то когда ты вернулся после того, как ты подогрел это общение, подошел на 5 секунд, да, и прошел дальше, вернулся за столик к себе, когда ты вернулся к своему другу, не надо рассказывать ему, или если ты рассказываешь, что вот там есть красивая девушка, я ее увидел, только не оборачивайся сразу, то есть, нет ничего дебильнее и тупее, когда ты возвращаешься за свой столик, и твои друзья начинают оборачиваться, типа, улыбаться, смотреть, оценивать эту девушку, то есть, любой момент, касающийся соблазнения или знакомства, лучше всего работает, когда это все происходит интимно, без лишних свидетелей, то есть, как бы, ты должен дать понять девушке, что, всегда должен давать девушкам понять, что твоя личная жизнь, это твоя личная жизнь, то есть, как бы, ну, то есть, ты о ней не распространяешься, это очень важно для девушки. И второй момент, что важно, что, если твои друзья будут оборачиваться, вы будете ее обсуждать, то, вот, открыто и явно, да, то есть, как бы, то это говорит о том, что в твоей жизни девушка, это по-настоящему какая-то редкость, да, и для тебя это вот событие года какое-то, то есть, в идеале эмоции не должны никак поменяться, то есть, независимо ни от чего, ты подошел, пообщался, это как бы, закинул пару слов, это как какая-то обычная практика и норма жизни, то есть, ты должен показывать, что для тебя это нормально, обычно, как бы, обыденно знакомиться, общаться и так далее. Так, смотри, по поводу диалога, то есть, какой косяк бывает, то есть, мужчины бывают делать следующие вещи, то есть, они от незнания, что говорить, когда ты к ней уже все-таки присел, например, они начинают забрасывать девушку вопросами, ты кого-то, причем вопросы, скорее всего, тупого плана, там, ты кого-то ждешь, ой, там, что отмечаете, а что сюда пришла, ой, а почему одна, ой, там, ой, там, не знаю, ну, то есть, в таком духе вопросы, во-первых, это похоже, ну, вопросы чаще всего бывают тупые, во-вторых, вопросы, как бы, ставят общение в какой-то контекст допроса, то есть, возможно, что ей не хочется о себе вот эти какие-то банальные вещи рассказывать, раз уж ты подошел, коли ты подошел, она хочет, чтобы ты ей рассказал о себе, то есть, и плюс для того, чтобы девушку заинтересовать собой, да, нужно успевать рассказывать ей о себе, то есть, как бы, почему ты здесь, что ты здесь делаешь, какие-то истории, и плюс общение должно быть таким, то есть, то ты рассказываешь что-то о ней, девушки, кстати, любят, когда о них не спрашивают, а рассказывают, то есть, ты очень необычная девушка, я слышал, что, когда у девушки, там, рыжий цвет волос, тем более настоящий, это говорит о том, что она очень страстная, то есть, очень яркая натура, такое встречается очень редко, бла-бла-бла-бла-бла-бла, то есть, ты рассказываешь что-то о ней, ты спрашиваешь что-то о ней, а ты всегда так необычно одеваешься, а у тебя такой, прям, обильный стол, столько блюд ты заказал, у тебя такой аппетит, ты всегда так много кушаешь и не толстеешь, или что, или рассказываешь что-то о себе, ты знаешь, вот, как бы, я очень люблю смотреть, как девушки едят, это очень сексуально, бла-бла-бла, то есть, любое, здесь тем, на самом деле, огромное количество, их просто миллиард, еще раз, все вот эти вещи, нюансы, о которых разговаривать можно, или им нужно, или не нужно, и как заинтересовывать собой девушку, об этом я буду рассказывать, и не просто рассказывать, а давать тебе практические задания, упражнения, при выполнении которых хотя бы на 60-80% ты уже тут же незамедлительно получишь результат, это будет на моем онлайн-тренинге, который стартует 20 ноября, и я жду только тебя, учитывая еще то, что стоимость уже повысилась на 1000 рублей, каждые 4-5 дней мы будем повышать стоимость еще на 1000 рублей, поэтому, если ты хочешь вписаться в этот тренинг и научиться общаться с девушками, в том числе в кафе, в том числе в любых местах, чувствовать себя комфортно, получить от меня огромное количество практических заданий, упражнений, информации, развернутый, то торопись, создавай заявку, оплачивай ее, то есть стоимость тренинга возрастает с каждым днем, и ближе к тренингу он будет, чем ближе, тем дороже. Вот, если уж ты задаешь какие-то вопросы, ну можешь спросить какие-то такие вещи, то есть там местная она или нет, то есть там вообще она с этого города или нет, потому что ты раньше ее не видел в этом ресторане, например, в этом кафе, в каком районе она живет, то есть рассказываешь, причем параллельно ты всегда как бы, это некий такой, как игра в бадминтон, в настольный теннис, когда ты постоянно как бы не даешь инициативу только ей, потому что девушки не любят инициативу, ей хочется узнать о себе, о тебе, а ты то сам спрашиваешь, рассказываешь про себя, то она, то есть она говорит, я с этого района, ты говоришь, а я не с этого района, ты говоришь, а где ты живешь, она говорит, я там, ты говоришь, а я вот живу там-то, у нас есть такой же прикольный рейстик, бла-бла-бла, то есть единственное, здесь мне нравится бывать больше, потому что, там, потому-то, потому-то. Можешь спросить, как ты планируешь провести ближайшие выходные, там, ближайшую пятницу, праздник, который намечается, рассказать о себе, а я планирую сделать то-то, то-то, то есть общение должно быть вот каким-то таким, то есть это некое перекидывание инициативы, перекидывание общением, то есть некие качели, когда ты то-то она, то ты, то она, то ты, то есть это все-таки должно быть похоже на диалог. Так, кстати, есть прикольная фишка такая, которая может позволить тебе, ну, скажем, она, она дает очень много плюсов, то есть ты подходишь, ты уверенный, ты стройный, ты прямой, ты смотришь ей в глаза откровенно, открыто, не косишься как-то там, не в пол, не куда-то, улыбаешься с достоинством и говоришь, что ты знаешь, ты очень классная, ты очень красивая, на самом деле я очень редко знакомлюсь или там, я не такой профессионал в знакомствах, у меня нет такого опыта, поэтому я, может быть, не совсем знаю, что тебе говорить, но ты мне очень понравилась, ты очень классная. То есть если ты внешне выглядишь хорошо, то девушка, скорее всего, будет сама помогать тебе вытягивать этот разговор, это первое. Второе, тем самым ты можешь как бы заранее отпозиционироваться от пикапа, то есть, ну, как бы, пикап это круто, пикап это классно, но я всегда говорил, что нужно, то есть идеальное знакомство, то, которое не похоже на спланированное знакомство, на пикап знакомства, то есть чем меньше это напоминает пикап и похоже на какое-то обычное социальное общение, там, обычного парня с девушкой, тем лучше. Ты можешь эти все фишки свои пикаперские применять в нужный момент, но в начале общения я тебе рекомендую просто замаскироваться под какого-то такого уверенного классного парня, то есть когда ты говоришь, я не часто знакомлюсь, у меня нет такого опыта, тем самым ты отстраняешься от пикаперов. Можно сделать так, конечно, вот, и еще один момент, тем самым ты как бы заранее сглаживаешь свои косяки, оправдываешь свои косяки, то есть ты можешь тупить в процессе общения, ты можешь, ну, допустим, ты действительно что-то тупанул, у тебя какой-то ступор, ты завис, не зная, что сказать, но ты ее уже предупредил как бы перед этим, что ты не такой профессионал в знакомствах, поэтому как бы извините, но то есть ты сам себе сделал тем самым проще, ты себя заранее оправдал. Как-то так, смотри, что еще важно, что я тебе хотел сказать. Бывают ситуации, когда девушка сидит с парнем, но она прикольная, вот, блин, вот твоя мечта. У меня был как-то видос, где я рассказывал, что я забрал у парня девушку в туалете, пока он там сидел ее ждал, как бы, было много негативной реакции со стороны, ну, я считаю, что со стороны слабых, зазомбированных социумом людей, да, то есть давай я тебе объясню, что, как это можно сделать, при этом не выглядеть асоциально, да, то есть, да, бывают ситуации, когда ты видишь девушка с парнем сидит напротив. Конечно, если она тебе понравилась, ты сразу заметил, садись таким образом, чтобы ты мог с ней переглядываться, чтобы ты мог с ней флиртовать глазами, лицом, чтобы ты мог ее видеть. И ты понимаешь, что, да, она периодически на тебя посматривает, есть какой-то контакт, есть какой-то флирт. Ты смотришь, оцениваешь ситуацию, видишь, что парень такой зажатый, видишь, что парень волнуется, там, они сидят напротив, возможно, там цветы стоят и так далее. Ты оцениваешь и предполагаешь, да, что это первое свидание. Что можно сделать? То есть, ты понимаешь, что девушка в тебе заинтересована, она на тебя смотрит, что она нравится тебе, это прям твой идеал. И можно, естественно, как бы дождаться, когда девушка пойдет в уборную, в туалет, и туда как-то беспалево, незаметно проникнуть с ней. Можно даже зайти в женский туалет, но это трэш. Ну, как бы я в свое время на своих мастерских тренингах давал задания, и на своих индивидуалках такие, вместе с моими учениками заходил в женский туалет. Это был очень прикольный опыт, как бы людям нравилось. Ну, ты можешь ее поймать где-то там в коридорчике возле туалета, или где она будет мыть руки после этого, и, соответственно, там как-то с ней законтачиться. То есть, это, опять же, можно рассказать тебе огромное количество способов, как ее там открыть, сказать, вот ты прикольная, что за парень у тебя, а у вас первое свидание, или у вас там какая-то уже там, не знаю, любовь-морковь. То есть, если девушка с этим парнем, у нее все серьезно, там у них крепкие отношения, или там влюбленность, или там она на него какие-то планы имеет и так далее, она, естественно, тебя сольет, как бы, и ничего страшного в этом нет. Но если там какое-то первое свидание, может быть, они познакомились в Тиндере, и при внешнем рассмотрении парень ей не понравился. Ну, допустим, она переписывалась, он был прикольный, он пришел, и он какой-то занудный и скучный. То есть, у тебя есть все шансы взять ее телефон. Ты говоришь, давай я по-быстрому возьму твой телефон, там, диктуй мне его, и мы с тобой как-нибудь созвонимся, либо попозже, когда ты закончишь с этим парнем, я тебя наберу, во сколько ты закончишь и так далее. То есть, здесь есть огромное количество способов, которые можно сейчас до тебя донести, как ее, как объяснить это, как бы, девушкам это даже, в принципе, объяснять толком не надо, потому что им такое нравится. То есть, ты тем самым проявляешь себя как мужик, как самец, который пришел и забрал, допустим, да, забрал сильный самец в стае, забрал добычу или самку у другого самца. Причем не физически, в прямом контакте, как бы, я не предлагаю здесь устраивать какие-то разборки. Ты включил мозг, ты тот самый черный овал, ты тот самый морской котик, про которых я рассказываю на своих тренингах в первый день. То есть, который вызывает у девушки инстинкты, что у тебя самый сильный ген, потому что ты самый хитрый, самый продуманный и самый такой вот пробивной. То есть, она это обязательно оценит. Вот такой прикол. Что еще? Ну, вот смотри, значит, еще раз резюмируем. То есть, можно подходить. Заходишь, садишься, устанавливаешь контакт глаз, оцениваешь девушек. То есть, можно вообще подождать, если ты стесняешься или не знаешь, как подойти к толпе девушек, либо там какая-то, может быть, смешанная группа людей. То есть, там есть и мужчины, и женщины за столом. И тебе не хватает яиц, там, мужества или опыта подойти, открыть этот смешанный сет. А то ты можешь дождаться, когда девушка выйдет в уборную. То есть, там будет проще, там с ней пообщаться. Возле уборной. Возле туалета. Второй момент. Если обычно одна сидит девушка, ты не торопишься к ней подходить. То есть, ты подходишь через какое-то время. Сначала стоишь, не опираясь и так далее. Открываешь ее, если она открывается нормально. Говоришь, я присяду. Присаживайся ненадолго. Либо ты утепляешь знакомство, так скажем. Тестишь, проходишь мимо, закидываешь пару каких-то фраз параллельно, уже уходя оттуда. Но не переставая на нее смотреть. Таким липким взглядом. То есть, не отрывая этот взгляд. Смотришь за реакцией. Если реакция хорошая, то ты говоришь, я останавливаюсь, ты мне понравился, это очень прикольно. Я сейчас вернусь, схожу по мою руку или закажу себе еды и подойду с тобой пообщаться. Девушка уже будет ждать того момента, когда ты подойдешь с ней знакомиться. То есть, можно знакомство утеплить. То есть, какие-то такие штуки. Ну, вот как-то так. То есть, вот вся эта информация, на самом деле, это очень сжатый объем той информации, которую можно рассказать вам по поводу знакомства в принципе, да, и знакомства в разных местах. Там в кафешке, в клубе, на улице, то есть, в метро. Есть везде свои особенности какие-то, но как бы их просто неограниченное количество. Я не могу сейчас в формате этого видео донести до тебя все эти фишки. Там есть очень много фишек, есть очень много прикольных моментов. Поэтому, как бы, мне остается пригласить тебя на свой онлайн-тренинг Old School от Шамшурина. Это мой финальный, заключительный онлайн-тренинг по теме пикапа. Потому что я эту тему немного перерос, мягко говоря. Вот. Мне есть, что тебе рассказать, мне есть, чему тебя научить. Все, что я собрал за эти годы, я передам тебе на этом онлайн-тренинге. Причем это будет не только теоретическая информация, это будет практические упражнения, задания, которые ты будешь делать. Не просто смотреть, потому что если ты собираешься халявить и ничего не делать, то тебе этот тренинг не поможет. Ты будешь делать. И будешь получать офигенный результат, будешь наполнять свою жизнь яркими красками, красивыми девушками или красивой девушкой. То есть найдешь ту и самую единственную. Вот. Это мой финальный, заключительный тренинг по теме пикапа, потому что, еще раз говорю, мне эта тема уже стала немножко мала. После Нового года я полностью пересматриваю свой проект. Будет все по-другому, будет все другое, будет все более взрослое, какое-то более глубокое, что ли, более философское. Но это отличная возможность научиться пикапу у меня, у Владимира Шамшурина и суметь делать так же, как это делаю я, как я общаюсь с девушками на своих видео. То есть легко общаться, знакомиться, соблазнять. Также будет тема отношений, строить отношения, проводить свидания. То есть все, что касается общения с девушками, ты найдешь в этом тренинге, который стартует 20 ноября. Времени осталось совсем мало. Каждые 4 дня стоимость этого тренинга увеличивается. Ты можешь оставить заявку и принять участие, записаться под этим видео по ссылке. Записывайся, будем вместе менять твою жизнь. Я надеюсь, что это видео было для тебя полезным. Это был Шамшурин. Пока.